Микс Ньюс Добрый день! Сегодня день добрых дел на радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Веду её я, Ольга Авдевич. И сегодня у нас очень важный гость. Это руководитель благотворительного фонда Be Open Ингрида Шмидте. Добрый день! Это тот фонд, в сотрудничестве с которым и происходит всё, что вы слышите, всё, что вы читаете. Проект «Зелёная лампа». И сегодня у нас такая программа. Мы будем говорить о хорошем. Мы вам расскажем о каких-то хороших достижениях тех детей и взрослых, которым мы с вами помогали. И пригласим на очень красивое рождественское мероприятие, которое состоится уже послезавтра. Это совместный проект фонда Be Open и Рижской католической гимназии. Ингрида, расскажите, пожалуйста, что 5 декабря в Старом Городе произойдёт? Добрый день ещё раз. Да. Четверг, 5 декабря. В катедрале Рига Свята Якоба Катедралы. Это собор, который находится прямо вот напротив Сейма. Да, именно так. Святого Якова. В сердце Старой Риги в 7 часов вечера мы всех приглашаем на благотворительный концерт, в котором примут участие прекрасные солисты, прекрасные музыканты. Мы услышим Еву Акуратори, Гинту Кревкални, Эвиту Залейты, Сигиту Явлевску, Лауре Валтеру, Андре Эргли и других прекрасных музыкантов, которые придут к нам на этот концерт, каждый со своей песней, которую они посвящают нашему новому прекрасному проекту и помощи Рижской католической гимназии. Все эти музыканты примут участие тоже как благотворительность с их стороны, без какого-то зарплаты. Это их такой сердечный рождественский подарок нам всем. Этим концертом мы начинаем большой проект, который мы хотим реализовать вместе со своими всеми друзьями, коллегами. Всеми друзьями «Зеленые лампы», фонда, к которым мы будем обращаться. Особым прекрасным ученикам Рижской католической гимназии нужна помощь. Помощь она в том, что это прекрасная школа, которая открыта для всех учеников, которые желают учиться в ней. И особенно она открыта и очень хорошая для учеников, которые страдают особыми проблемами передвижений. И в этой школе работает учительница также с проблемами передвижений. И все, что этой школе нужно, вместо старого испорченного советского лифта построить… У которого закончился, как говорят, срок действия. Уже давно-давно-давно и построить новый лифт. Конечно, сумма эта немаленькая, это чуть больше, чем 30 тысяч. Но мы верим, что до весны мы это одолеем и сможем новый учебный год уже подарить школе этот лифт. Новые возможности для тех учеников, которые учатся в этой школе. И для тех, которые будут еще учиться в этой школе. Кстати, в этой школе учатся двое деток, о которых мы вам рассказывали в нашей программе, помогали им в нашем проекте. Вот двое конкретных ребят. И мы были в этой школе, мы встречались с директором и вот с учительницей, которая передвигается на коляске. Она может только на первом этаже быть, да, и у нее группа продленного дня и библиотека на первом этаже. И этих наших подшифтных детей. То есть это конкретные люди, конкретные детки, которым нужна помощь. И с 1 сентября будущего года по поправкам к закону об образовании могут школы брать до 4 детей в класс, вот таких, у которых проблемы с передвижениями. Но, к сожалению, во многих школах нет условий. А чем еще вот хороша католическая гимназия? Там удивительно, почему, Ингрид, у вас подшифтные детки переходят туда? Я думаю, что из-за отношения и атмосферы, которая царит в этой школе. Потому что хоть вот один пример Рута, которая в этой школе начала учиться только с этого учебного года. Рута, как нам рассказал директор школы, она первый раз со своим классом поехала в экскурсию. И для нее это было очень большое событие, что она могла поехать с классом в экскурсию. Значит, все условия были созданы для того, чтобы она не осталась бы просто в школе или дома, но поехала бы вместе со всеми. И это просто прекрасно. Когда нужна была помощь в прошлом году Томасу, он растет, ему нужен новый спео-костюм для поддержки его спинки. Тогда тоже вся школа сплотилась, организовала также в рождественское время благотворительный концерт. И мы общими усилиями школа и «Зеленая лампа» и наши друзья помогли, и он приобрел новый костюм и может уже более легче передвигаться или без таких больших болей. То есть каждый ученик в этой школе очень важный. И что самое важное, что наши особые дети, они учатся со всеми остальными, это то, что мы говорим об инклюзивной системе, и она хороша обеим сторонам. Во-первых, самим детям это прекрасная мотивация, и они чаще всего даже достигают более больших успехов, чем, может быть, если они учились бы в специальной школе. С себе равными. А со второй стороны, я думаю, что это прекрасное такое учение для всех одноклассников, здоровых детей, которые учатся милосердию, пониманию. И они именно будут теми, которые вырастут и выйдут в общество с пониманием, что есть очень разные люди с разными потребностями, с разными проблемами. И всех их нужно уважать, любить, ценить. И они каждый могут быть прекрасным членом общества. Мы приглашаем вас 5 декабря в четверг в Рижский собор Святого Якова, который стоит между Сеймом и где Три Брата. Прямо вот этот вот Красный Кирпичный собор, главный католический. В 6 часов вечера архиепископ Збигнев Станкевич проведет святую богослужение, святую мессу. А в 7 часов начнется концерт. И действительно, это будет очень красивое событие, потому что у певцов потрясающие голоса, очень качественные будут музыканты. И вот у меня любимые участники этого концерта – это ансамбль детский, который приедет из Лепы. Он при католической школе в Лепы существует. Ансамбль колокольчиков «Примус». Представляете, дети будут играть на колокольчиков, и у них в репертуаре Раймонд Паулс. Да, и, наверное, что еще очень важно добавить, что вход в этот концерт как пожертвование. То есть у нас нет билетов, не нужно искать их ни Билеша Парадиза, ни Билеша Сервис. Нужно приходить, открыть свое сердце, пожертвовать для нашего благого дела и слушать и благослужения, и концерт. И мы всегда подчеркиваем, что на подобные мероприятия стоит приходить с детьми, чтобы дети видели, объяснять детям, что происходит, как это важно, и чтобы сам ребенок взял и своей ручкой опустил какую-то купюру или монету в этот ящик. Это действительно урок доброты. Ингрида, а расскажите за истекший год из множества проектов, сюжетов, людей, которым мы с вами помогали, что вас как-то особенно радует? Какие новости хорошие есть в последнее время? Вы знаете, новостей хороших много. Мы все вместе с слушателями и друзьями «Зеленой лампы» сделали в этом году очень много добрых дел. И, наверное, даже в течение одной передачи мы не можем их всех пересчитать. Но, может быть, я хотела бы хоть часть успеть упомянуть. Но, конечно, одновременно в этой передаче мне хотелось бы и затронуть проблемы, которые существуют в этой тематике, о которой мы каждый день говорим, каждый вторник в эфире говорим, пишем. Потому что эти проблемы мы можем решать только совместно. Но то, что вот такой маленький итог, то, что я могу сказать, что в этом году, ну, год еще не кончился, еще весь декабрь у нас впереди, вместе в этом году мы получили 41 680 телефонных звонков. Это столько много людей подняли телефонную трубку, откликнулись и дали свою часть нашим деткам. Повторите, пожалуйста, эту цифру. 41 680 телефонных звонков. Это только до сегодняшнего дня. И напомним, что вот этот благотворительный телефон 9-3-0-6-3-8-4. 1 евро 42 цента за звонок. На этой неделе, вот в такую важную неделю Адвента, перед Рождеством, он подключен для того, чтобы начать собирать деньги на установку лифта в католической гимназии для деток, которые передвигаются на колясках с помощью вспомогательных средств. Ну да. И по деньгам, конечно, все операции реабилитации, вся помощь, она как-то измеряется в конкретных евроцифрах. Тогда за этот год, еще только 11 месяцев, зеленая лампа вместе собрала 149 075 евро. Это на сегодняшний день. Я уверена, что это будет до конца декабря больше, чем 150 тысяч. У нас очень много прекрасных, хороших случаев, где мы помогли. И что мне хотелось бы отметить, но, может быть, то, что вот такое самое первое, хотелось бы сказать, что многие наши герои, они являются такими любимцами своих городов. И когда мы обращаемся за помощь именно в этом городе, тогда вот именно друзья, родственники, соседи, те, которые приходят на эту помощь. Ну, например, наша особенная Катя из Огры. Мы с ней встречались летом в кафе. И тогда мне привелось видеть именно как вот в реальности ее все знают, все любят, все ей помогают. И как мы знаем, что с помощью зеленой лампы Катя первая в Латвии, мы еще не знаем, что у кого-то другого это было бы, Катя приобрела в Нидерландах электронные руки для того, чтобы она могла бы сама действовать и многие действия делать сама. Конечно, пока эти электронные руки нужно тоже потренировать. И мы с Катей разговаривали, что когда она натренируется, тогда она обязательно сделает видео и всем друзьям это видео покажет. Но пока немножко нужно натренировать эти руки. И я думаю, что это очень здорово, что Катя сама нашла такое вот приспособление, обратилась к нам, и мы с ней помогли, смогли помочь. Еще больше Катя, конечно, сама думает о том, как она может жить дальше, как она может зарабатывать. Конечно, с ее знаниями она могла бы быть прекрасным социальным сотрудником. Объясним, что Катя сирота. Сирота, которая... Передвигается в инвалидной колеске, у нее даже не работают руки, она только чуть-чуть может голову повернуть. Да, она сама работает в интернете, в разные работы. И Катя сейчас начала учиться. Она начала учиться мультимедиа-специальность в стране университете. Значит, она раз в неделю едет в Ригу. Для нее это очень большие затруднения, как сюда попасть, дополнительные расходы. Ну вот она такой очень большой молодец. Мы за нее очень-очень рады. А у нас в Валмире еще есть всенародный любимец, мальчик, которому мы помогали две недели назад. Да, да. Роберту ожидается большая, серьезная операция в Германии. Для этой операции нам нужно собрать 13 тысяч евро. Немножко еще не хватает, но мы верим, что до января эта сумма соберется. И мы видим, как вся Валмир объединилась. И даже те, которые причастны к этой семье, они очень лично в этом участвуют. И, например, театральный класс школы, в которой Роберт учился, они сделали благотворительные израды. Мы рассказывали, что Роберт, он передвигается на коляске, у него очки, он плохо видит. И ему дали роль папы Карла, и он блистал на сцене в этом театральном кружке. Вот они помогали. Да, и также еще клуб флорбола, в котором занимается братишка, младшая братишка Роберта. И также клуб баскетбола организует благотворительные акции. И мы тогда знаем, что для него помощь, конечно, будет. И он прекрасная любимица Валмиры. А еще мы с вами сделали очень важное дело, спасибо всем радиослушателям, подъемник для маленькой Анни, который был установлен. Да, это вот в этом году мы сделали два подъемника. Один был Елене Дроздовой в Юрмале, это было весной. И общими силами мы сделали подъемник Анны в Голбене. Это тоже было такое очень большое, значимое происшествие для девочки, для ее семьи, потому что девочка растет. И она сейчас может выходить, выезжать на улицу самостоятельно, не ожидая помощи родителей. И, конечно, ее уже поднимать тоже это трудно. Ну, практически невозможно уже было. Да, и это абсолютно новое качество и возможности как самой девочки, так и семьи. В этом случае, конечно, нужно отмечать то, что... И нам спрашивают, в принципе, очень часто, как участвует самоуправление в жизни наших героев. И мы видим практику, что самоуправление – это царство в царстве. У каждого свои правила. И мы видели в Огре подъемник, который помогли сделать Огрское самоуправление Кате. И знаем, что самоуправление Голбене не участвовало в этой помощи. Причем никак, как не старались каким-то образом их подключить. Да, ну, это их решение. И пусть это остается на их совести. Может быть, в следующий раз они кому-то более помогут. Но здесь прекрасно все сплотились и общими силами этот подъемник сделали. В конце концов, еще Олга Круза подключилась. И последнюю тысячу, то, что нам не хватало, еще добавила со своими друзьями. По-моему, день рождения, как ее подарок. Сейчас мы прерываемся на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Мы продолжим разговор о том, как государство и самоуправление принимают участие или почему не принимают участие в судьбе наших героев. Добрый день. В эфире программа «Зеленая лампа». Веду ее я, Ольга Авдевич, и гость студии, руководитель благотворительного фонда «Би Оупен» Ингрида Шмидте. Добрый день. И в начале второй части программы мы по традиции говорим всем спасибо и озвучиваем итоги предыдущей недели. На прошлой неделе мы помогали собрать деньги на лечение журналиста Игоря Мейдена, который пострадал в инциденте на концерте группы «Алиса» в зале «Палладиум». Для Игоря собрано 6 841 евро, в том числе было принято 1700 звонков на сумму 2125 евро. На счет пожертвованиями поступило 4716 евро. Это даже немножко больше, чем мы думали собрать, потому что мы просили помощи на оплату двух недель в реабилитационном центре «Адели» в Словакии. Но получится даже, наверное, немного больше. Ингрида, расскажите, пожалуйста, немножко об этом центре «Адели». Туда и другие герои нашей программы отправлялись. И действительно, это очень эффективно действует на улучшение состояния после травм. Да, весной в апреле туда первый раз ездил наш герой Рудольф после тяжелой травмы, полученной в автоаварии. Это, помните, была очень громкая история, когда водитель сбил мальчика прямо перед школой и уехал. И вот мы собирали деньги на реабилитацию этому малышу. Да, и за это время судебный вопрос тоже решился. И сейчас мальчик уже получает более весомую помощь. Но в тот момент это было очень важно. И мы даже выставляли видео, как они работают в этом центре. Как здорово он окреп после этого интенсивного курса. Он каждый день, как мама рассказывала, приходил в палату, в комнату после занятий потной, усталой. Но, конечно, довольный, потому что все для его реабилитации продвигалось очень хорошо. И видео мы видели, что с ним одновременно работают 2-3 специалиста и до пота. И, наверное, что еще важно отметить, что не только сам мальчик окреп, но его мама, она сама расцвела. И вот эти мамы, замечательные мамы особых детей, ведь это от их настроения, силы, оптимизма зависит все, что касается и ребенка. И мама расцвела, потому что она почувствовала вот именно эту опору и помощь фонда, помощь слушателей «Зеленые лампы», помощь латвийского телевидения. И все, что мы успели все сделать вместе, это была очень большая опора для мальчика. И, конечно, оптимизм для своей мамы. Ну и мы надеемся, что в этом центре помогут журналисту Игорю Мейдену, потому что на данный момент у него после этого несчастного случая парализована половина тела. Но специалисты дают хорошие прогнозы. В общем, мы будем очень ждать каких-то хороших результатов. Да, и я еще хотела поделиться и всех слушателей поприветствовать от Ольги Нечаевой, прекрасного тренера по фигурному катанию. Она посылает все хорошие слова и спасибо много-много-много раз. Напомню, что мы помогали оплатить лед, аренду и инвентарь, чтобы она могла заниматься с детками с ДЦП, которым вот эти занятия фигурным катанием очень помогают улучшить здоровье. К ней приходят еще и еще и еще новые ученики. И, конечно, здесь всегда вопрос, сколько тренер может принять учеников. У Ольги очень широкое сердце, она готова всех учить и все свое время отдавать. И я думаю, что нам будет необходимо вернуться и дополнительно опять помогать и ученикам, чтобы они могли бы продолжать эти свои тренировки на льду, потому что они дают прекрасные результаты развития самим детям. И то, что они достигают больших результатов. Вот как пример, что Ольга только что со своими учениками вернулась с международных соревнований в Финляндии, где они прекрасно выступили, вернулись с двумя бронзовыми кубками. Сама тренер познакомилась с другими тренерами. Это соревнования именно для детей с особенностями развития. Именно так. И она, конечно, мечтает такие соревнования организовать и в Латвии. И самое главное, они с трепетом ждут информацию о квотах, или, как мы говорим, о возможностях участвовать и в Олимпийских играх в 2021 году. Ну, это, как говорится, если мы поможем им, и будут эти квоты, тогда Ольга сможет со своими учениками стартовать там. Но я думаю, что это прекрасный такой долговременный проект, процесс, в котором мы должны будем поучаствовать, очевидно, и повторно, чтобы ученики могли бы продолжать эти тренировки. Но, пожалуй, самым трогательным таким сюжетом у нас была история маленькой девочки Заны Румпы, у которой практически неизлечимый диагноз, да, и мы вот впервые затронули тему палеотивного ухода. Да, и эта тема становится больше и больше обсуждаемой в масс-медиах, и, как мы видим, ваши и наши коллеги, радио сейчас организует целый благотворительный марафон именно для поддержки палеотивных больных. И это очень важно, потому что ценность... Здесь это разговор о ценности жизни и о том, что этот маленький человечек нас всех учит. И, конечно, то, как к этот вопрос раскрывает сама мама Дация, это просто самое большое уважение к ее отношению и к ее способности. Вот именно таким образом сейчас, ну, как говорится... Ой, мне даже не хватает слов, как это рассказать, что она сейчас приобретает для Заны такие медицинские устройства, чтобы облегчить каждый день для девочки, для ее, и чтобы продлить ее жизнь. И одновременно мама все-таки отважится, и отважилась говорить очень откровенно, что когда эти очень дорогие и ценные аппараты не будут, нужны ее семье, она опять поделится с детьми, которым это нужно. Другой семье. И, вы знаете, эта история вызвала такой отклик, вот просто по цифрам. Для приобретения такой вот вибрационной платформы, где ребенка бы более помогает снять из пастику, надо было 5300, мама попросила скромно, но к ней еще нужен какой-то там специальный стол, устройство, которое там поддерживает, подключение. И собрано за неделю было 16 тысяч. Да, и помощь этой семье еще продолжается, и на сегодня эта помощь еще добавилась, почти достигает 20 тысяч. Мама, которая очень глубоко понимает потребности именно таких диагнозов и таких детей, она сейчас понимает, какие устройства, которые нужны в Латвии таким детям, и вот за эти средства они приобретаются сейчас в этом процессе, и, конечно, это все будет здесь, в Латвии, доступно самой Зане и другим деткам также. Еще мы должны поблагодарить, на этой неделе мы получили от команды Friends Best Sale Ever 535 евро, которые были собраны на распродаже в Чанг-баре. Это девушки, которые периодически делают распродажи, руководит этим процессом Алмаза Пирха, редактор портала 3АД. И вот они передали эти деньги для Илюши Баранова, которому надо ехать в Израиль, и как раз у нас там было чуть-чуть, не хватало на оплату билетов, дорожных расходов, поступили эти деньги. Спасибо огромное всей команде. Да, и здесь вот таких индивидуальных инициатив у нас больше и больше. Как мы уже рассказывали о школьниках 49-й школы, которые вместо цветов учителю на День учителя 1 сентября делают пожертвования, выбирают наших героев и помогают им. Также есть один небольшой маникюрный салончик, где каждый месяц, один день выбирается День благотворительности, выручка одного дня тоже жертвуется нашим героем. Или, как, например, спортивный журналист Илварс Косенкевич, он совсем недавно издал свою первую книгу, и он договорился с книжными магазинами «Розы», четырьмя магазинами в Риге, где в течение двух месяцев рядом с его книгой было пожертвование возможности именно для Рудольфа, так как он спортивный журналист, а Рудольф очень мечтает стать футболистом. И здесь любой, который хотел или приобрести эту книгу, или просто вместо книги пожертвовать Рудольфу, и вместе мы вот как раз только что подсчитали, собрали почти 500 евро опять на дополнительные занятия реабилитации Рудольфу. Вот такая частная инициатива журналиста просто радует и очень-очень позитивно. Также есть некоторые компании, которые регулярно, вот просто как часы, помогают нашим героям. Хотелось бы поблагодарить компанию «Энверс», которая очень по-партнерски относится к нашему проекту. Да, есть очень много компаний, очень много частных лиц, которые жертвуют. Они даже отмечают, что они не требуют и не желают публичности, но они от своего доброго сердца помогают регулярно. И мы видим и очень благодарны этой помощи. Мы знаем, что мир не без добрых людей. Нас очень много, и мы вместе можем сделать очень много добрых дел. Ингреда, расскажите о очень красивом проекте условное название «Преображение», когда вот этих наших подшефных девочек просто превратили в принцесс. Да, это был прекрасный проект. Мы думаем, что среди всех таких очень тяжелых случаев болезни, операций, мы все-таки должны находить что-то такое, что очень-очень радует. И здесь трех девочек своих, Элину из Салкраст и Диану из Риги и Катю из Угры, пригласили. Им преподнесли такой мастер-класс теоретический по очень женским девичьим вопросам. Мейкап, одежда, прическа, что модно, что им лучше одевать, как им лучше себя чувствовать, имея в виду, что они большую часть передвигаются в коляске. И потом, конечно, был не только теоретический, но и практический мастер-класс, где было и преображение, и новые прически, и мейкап. И вместе с журналом «Ева» у нас прекрасная фотосессия получилась, и девочки преобразились, и они увидели, какие они сами очень красивые. У них появилась прекрасная внутренняя мотивация, столько много позитива было. И самое такое тоже удивительное, что сами мамы были просто ошарашены от удивления, от восторга и позитива, сколько много позитива дало вот этот проект девочкам. Это огромный, огромный такой просто подарок им, потому что, вот представьте, эта фотография, теперь у них есть портрет, где они невероятные красавицы. Эти девочки будут смотреть на эту фотографию, и у них просто автоматически внутренняя самооценка даже будет подниматься. Мы еще поделимся остальными фотографиями. И здесь я еще раз хочу сказать спасибо журналу «Ева», потому что это не только фотосессия с ними была, но и журнал «Ева» опубликовал очень серьезные разговоры со всеми тремя девочками о тех проблемах, которые девочки сами видят и чувствуют в обществе, и что им самим кажется важным, может быть, в отношении окружающим. Это был такой углубленный, серьезный разговор. Спасибо журналистам и специалистам журнала «Ева». Вы знаете, очень радует, что и это такая тенденция, которая усиливается, что все чаще и чаще разные издания поднимают этот вопрос. И вот буквально на днях родители даже обратились с открытым письмом к президенту Латвии. Вот как вам кажется, как-то это поможет? Это должно помочь. Это должно помочь. Это инициатива, которая затронула всех, кто видел, слышал этот видеоматериал или читал эту публикацию. Это затронуло всех. Я думаю, что это должно привести к реальным шагам. Родители сказали, мы не хотим выгорать. То есть, действительно, это такая немыслимая нагрузка, когда у человека просто… Не просто у кого-то потихонечку садятся батарейки, а у кого-то лампочка просто перегорает и взрывается моментом. Мы с этими мамами особых детей в контакте каждый день. И я каждый раз не только удивляюсь, преклоняюсь перед ними, но я всегда задумываюсь вот именно об этом рубеже, сколько может выдержать эта лампочка, потому что мы, ну, все-таки не железные. И мы вместе с вами каждый раз призываем этих мам откровенно говорить и рассказывать о своих проблемах, потому что если они не будут говорить об этом, тогда никто не узнает об этом. И мы видим эту тенденцию в последние годы, чем мамы откровений рассказывают, тем все-таки постепеннее приходит и помощь. Хотя она приходит не столь быстро, как это нужно было бы. По опыту мы видим, что есть какие-то отдельные операции, процедуры, на которые мы пару лет назад собирали деньги на пожертвования, а сейчас они уже частично или даже полностью уже оплачиваются. Но хотя эти потребности, необходимости, они очень большие и серьезные, и, конечно, в этом сюжете о выгорании они затронули самое-самое важное. Самую важную проблему, что эти мамы, которые находятся в режиме 24,7, это вопрос о том, что им необходима помощь профессиональных ассистентов, нужна оценка государственного уровня и нужна возможность им получить отдышку или передышку, или то, что они все готовы делать, они готовы вернуться в рабочий струй и работать. Они же все профессионалы, образованные, умные, прекрасные женщины, которые все свои навыки сейчас положили в сторону и работают мамами в режиме 24,7, но их оценка, она неадекватна той нагрузке, которую они делают. И я очень верю, что вот этот призыв, который сейчас очень трогательный, очень яркий, он найдет отклик, и мы дождемся, увидим от государственных структур конкретные решения, конкретные шаги в следующем году. Мне очень хочется в это верить. И какие из проектов фонда Вы планируете особенно развивать, продолжать на следующий год? Я думаю, что мы также будем помогать, продолжать детям с особыми нуждами, с разными диагнозами, и также мы будем искать возможность дарить и радостные моменты между всеми большими проблемами. И также мы продолжим сотрудничество с прекрасным фотографом Аритой Стродой Клявиня из Елговы. Если Вы помните, весной мы собирали средства для многих детей проекта «Неудобные дети». То есть фотограф, прекрасный фотограф, которая ежедневно фотографирует семьи, дети, она пригласила 15 семей, в которых растут дети с особыми нуждами, и она подарила этим семьям прекрасные красивые фотосессии в таких обстановках, где нет этих колясок, нет всех технических необходимых медицинских… То есть она искала такой ракурс, что как будто бы ребенок здоровый. Именно так. Но одновременно сейчас эта выставка, ее можно видеть в отдельных городах, и сейчас мы договариваемся с Латвийской национальной библиотекой, чтобы эта выставка была бы доступна и возможна здесь, в Риге, очевидно, в феврале и в марте. И эта выставка – это тоже дополнительный разговор, дополнительная капля в тот разговор, который поднимают эти мамы в обращении президенту, в обращении официальным структурам, потому что те мамы, которые обращаются, они также и в этом проекте неудобные дети, чтобы общество было бы более информированное и более открыто к этим проблемам. И спасибо вам большое за внимание. Наша программа подходит к концу. Напоминаем, что гость программы «Зеленая лампа» сегодня руководитель благотворительного фонда «Би Оупен» Ингрида Шмидте. И, Ингрида, у вас есть немножко времени сказать что-то самое важное нашим радиослушателям сейчас, вот период Адвента. Во-первых, я хотела бы еще раз всех пригласить на благотворительный концерт 5 декабря в 7 часов вечера, слушать «Зеленую лампу», следить за нашими проектами. И спасибо всем, кто помогает нашим подопечным, нашим прекрасным героям. И, конечно, без наших усилий, без наших общих усилий все проблемы немножко постепенно все-таки решаются. И это очень важно. Все мамы, все родители очень благодарны вам, слушателям, друзьям «Зеленой лампы». Спасибо всем. И я уверена, что мы вместе в следующем году сделаем опять очень много больших, хороших дел. Всего доброго и до встречи в следующий вторник.